Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы закончили, в принципе, предысторию, и давайте-ка где-то спровоцируем, что ли. Эй, стража, подойди сюда, добрый человек. Ну, чего горло дерёшь? Я тебе сейчас подеру. Ну, попробуй, я... Ох, не было бы этой решётки, вы бы у меня по-другому заговорили. Да. Ну, давай посмотрим. Давай. Иди сюда. Смотри. Какая ерунда получилась, да? Ну, я с тебя, потроха-то, повыдерну. В. А. В. Просто. В. Дэ. Угу. Вот так теперь сделан, в принципе, кулачный бой, да? Но тут, к сожалению... Ну, то есть, вот этих вот топов боя там нету. Остались только, в принципе, кости и борьба на руках. Это очень-очень плохо, потому что, типа, я бы не отказался от кулачных боёв. Ну, да ладно. Ничего не поделаешь. Ничего есть. А, ёпта. Давайте с маленькой дубиной подходим. Ничего. Я хочу свои вещи, мать вашу. Блюдки. Ну, нет, так нет, чё. Больше ничего нет? Судя по всему, нет. Судя по всему, нет. Вот дерьмо. Под фателами не пройдёшь. Ну, что это было? Смотри, чё. Чё умею. Чёрт! Видал? Вообще чума, да? Кружат эльфы средь берёз. Вихри мчатся в шуме гроз. Воет вихрь, свищут стрелы. Гибнет полк солдат целых. Гибнут люги. Раз, два, три. А теперь погибнешь ты. Ты. Анимация сломалась. Я прав? Скорее всего, я прав. Да. Анимация сломалась. Но это здорово, видите? Вообще, такой... Суперская такая игра. Как ведьма. Она ж не ломается вообще ни разу, да? А, пашек. Ёбушки-воробушки. Как же тут замечательно, а? Ладно, дайте дубину. Я пойду ещё раз отмолду к руку. Кого-то там. Потому что, ну, блин, ну это пипец просто. Как так можно вообще? Что за говно? Вот дерьмо. Под факелами не пройдёшь. Ты чё делаешь, дебил? Вот споти всю свою. Сюда подошёл. Всё, больше к этой камере забакованной я подходить не буду. Хотя, я не знаю, может быть, прокнет? Может, нет? Всё-таки. Тебе. Ну, давайте прокачаемся. Чё, у нас тут два таланта есть. Здоровье. Здоровье и позволяет летать на же херня. Здоровье, пожалуйста. А пути пока что все закрыты. А, господи. Эти факелы, ну и кужу, в общем. Сышь, факелы надо зажигать, ёпта. Слушай, я тебя отпарировать смогу. Ну, если это можно вообще так назвать, то да. Выпусти меня, добрый господин. Прошу тебя, у меня двое детей. Я делаю всё, что захочешь. Ну, у меня бурная фантазия. Ну, ладно. Тебя, что ли? А ты эльфика, я тебя не буду выпускать. Хотя, в этой части прохождения я очень и очень хочу поиграть за эльфа, именно. То есть, принять ихнюю сторону. Спирту. Собираем всякие тут приколюхи, потому что это понадобится всё для крафта. А крафт-то, знаете, дело тонкое. Иди факел зажигай, ты придурок. Не пойдёшь? А ну как зашлют меня? На какой фронт? Вот зараза. Ну чё, не слышите? Побег! Эй, стража! Чё это был? Куда все подевались? Стража, сюда! Я тебе предмету исправлю! Чё исправишь? Я прослушал, чё он мне там исправлять собрался. Попади, может, хоть раз. Так вы же сдохли. Добро, стражник готов. Начали! Держите меня! Не то угроблю, кретина! Обещали карту? Вот вам карта. Татуха первый класс. Должны были меня закрыть? Закрыли. Так в чём дело? Объясни ему. Я не могу. Хорошо. Давай по порядку. Во-первых, откуда на плане подземелья, пробитое сердце с надписью мать? Ну, выпил я лишку для куражу. Во-вторых, ты должен был угодить в тюрьму. Но не за кражу. Воров сперва секут. А теперь нихрена не разберёшь, рубец это или туннель. Спокойно. Ну и в-третьих, татуировка должна быть на спине, а не на заднице. А что, чтобы в карту заглянуть, всякие распорты с тебя снимать? Просто шедевр, ёпта. Это чё-то вспомнилось мне приключение большого Стэна. Если кто смотрел этот фильм, как он в тюрягу попал, короче. Бедный чувак, просто бедный чувак. Ему на жопе татуировку сделали. Чужой. А такая беда вообще. Эй ты, выпусти меня. Очень тебя прошу. Не то я сейчас половину гарнизона соберу. Нет. Мне похер, собирай. Собирай. Меня зовут Шиллерд Фитц Эстерлен. Я посол империи Нильфгаард, который правит император Эмгир ван Эмрейс. Чего ты хочешь, нильфгаардец? Я хочу поговорить с вами, госпожа. Будь мой сын жив, вам бы никогда не пришло это в голову. Пардон. Я очень сожалею о смерти барона Лавалетта. Прошу принять искреннее соболезнование. Впрочем, именно эта потеря делает нашу беседу совершенно необходимой для обеих сторон. Уберите лапы, я пойду сама. Когда-нибудь я вернусь сюда, мужлан, и отплачу за все. Идемте, госпожа. Шум нам сейчас ни к чему. Секли ее, конечно. Нога есть. Мы, получается, играем на руку Нильфгарду? Это, блядь, интересно. Что за говно ты, мужик? Ага, вошел. Я понимаю, инновации, вся хуйня, но, блин, это перебор. По количеству багов, это, конечно, пиздец. Дарь его, пожалуйста. Ребятушки, может, как-то в узком проходе, нет? Вот я с тобой, собака, потанцую. Потанцуешь, потанцуешь. Дай мне только меч, я с тобой потанцую. Приходится там меч. Ты че там, стены избиваешь, что ли? Поломались. Ну, блин, на легком уровне сложности, как говорится, легко. Но средний тут че-то как-то больно. Я не знаю даже. Тут я могу играть именно по тому стилю, как я люблю, знаете. То есть, идти все время на пролом и... Та, ёб, твою мать, идти. Ладно, не обращайте внимания. Просто не обращайте на это внимания. Блин, это такой... Эти таргеты липкие. Это просто... Просто неудача. Сплошная неудача. Я думаю, это еще не один раз меня будет подводить в этой игре замечательной. Все-таки... Липкие таргеты. Но это немножко не то. Что хотелось бы убедить. Ведьмаке. Входите, мастер Геральт. Позвольте вам представить баронессу Лавалет. Мать королевских детей. Сейчас она оплакивает смерть своего старшего сына. Моя госпожа. Впрочем, скверные времена для рода Лавалетов закончены. С этого дня империя Нильфгарда берет его под свою опеку. Ты убил Ариана? Да. Госпожа, на вашем месте я не доверял бы послу. Мастер Геральт, прошу сохранять приличие. Пусть говорит. Я хочу его выслушать. Я не был знаком с вашим сыном, но знаю, что он считал империю своим врагом. Как и король Фольтест. Ты не знаешь, что происходит в королевстве. На что способны люди вроде Кимбальта и Мэравеля. Я обязана обеспечить безопасность детям Фольтеста. Я понимаю, что союз с Нильфгардом нечто вроде сделки с дьяволом. Но у меня нет выбора. И потом. Так ли хорошо ты знал короля? Достаточно хорошо, чтобы судить об этом. Каким он был человеком? Мне интересно узнать твое мнение. Я бы не сказал, что он был обычным человеком. Хотя, по первым, в принципе, по прологу, можно сказать и так. Но, да, пожалуй, он был обычным человеком, потому что и шел в бой со своими солдатами. И вел себя довольно достойно. Плюс то, что он не отказывался от своих детей в угоду каким-то законам. Обычный человек разве что родился в короне. Он смеялся над шутками. Когда любил, то дарил баллисты. В общем, был обычным человеком. Разве что родился королем. Все верно. Он был хамом в короне. Но, госпожа... Это была первая и последняя правдивая эпитафия. Позже, когда за дело примутся поэты, от настоящего Фольтеста не останется ничего. Но, госпожа, это невероятно рискованно. Кроме того, ваш сын... Сам выбрал свою судьбу. Он ушел, как подобает Лавалетту. Если вы не способны даже отвлечь стражу, как я могу рассчитывать на то, что вы будете защищать меня и моих детей от таких негодеев, как Кимбольд и Моровель? Госпожа, я сделаю все, что в моих силах. Дайте мне минуту, Геральт, и выходите к главным воротам. Понял. Спасибо, госпожа. Это очень... Благородно. Что за дубина? О, это получше. Ой-ой-ой-ой. Иди-иди, иди-иди. Все, го. Меч есть? О, меч есть. Офигенски. Потому что... Ну, это пипец просто. Наконец-то мне хоть меч дали. Фу, побег... Я думаю, совершен вполне себе успешно. Стой! Ведьмак, ты что ли? Говорят, ты убил короля. Я не убивал. Я тебе верю. Я рад. А то совсем бы глупо вышло, если б пришлось тебя убивать. Все рубайлы пережили штурм. Пьют горькую третий день. Я тебе кое-что задолжал. Ничего ты мне не должен. Во время штурма попали мы в котел. Ты знаешь, если рыцаря в тесных проходах прижмут, двинуться вовсе некуда. Сзади напирают, спереди стоят, сверху алюбардами рубят. Меня б раздавили, если б не доспехи. Потом еще раз десять получил по шлему. До сих пор в ушах звенит. Блюю все время, зато живой. Сотрясение мозга. Ну ведь. Это пройдет. Ты был с рубайлами, когда они попали в скайтаэльскую засаду? А то. Живодер говорил, что эти эльфы дрались особенно отчаянно. Ты не заметил, было у них что-нибудь приметное? Может значки какие-то? Они закрывали свои лица платками, а платки эти нарезали из мундиров особого отряда. Трофейные, значит. Их лич у них Орвет или что-то вроде того. Я рад. Откуда там взялся дракон? Понятия не имею, но он спас нас. Эльфы его как увидели, сразу о нас забыли. Больше ничего сказать не могу. Мы так удирали, будто за нами дьявол гнался. Вот, держи-ка. Живодер мне велел это выучить, но такие мудрости не для меня. Я на драконов охотиться не собираюсь, а тебе вот может пригодиться. Мне пора. Насыпь охраняют стражники. Ты не проберешься. Отвлеки их. Ага. Но помни, если дойдет до драки, на меня не рассчитывай. Я понял. Может нам даже придется биться друг против друга. Лучше бы не пришлось. Ну, иди. Дай мне минуту. Спасибо, парнишка. Блин, как ты меня спасаешь. Это пипец. Убийца короля сбежал. Отрежьте ему путь. Со мной. Ладно. Идем. Ага. Красавчик. Просто молодец. Хорошо. Ну, магия, конечно, магия. Ну, блин. Геральд, сюда. Убийца короля. Вот дебил, а. Ладно. Иди сюда. Малой, я не хочу с тобой драться. Трис, не надо. Ну, прости, малая. Так уж получилось. Надо было еще громче орать. Трис. Что там есть еще? Давайте-ка залутаем. У нас окно. Пускай дерево. Туда еще как-то бы добраться. Но нет. Я тут стараюсь осматривать уголки, потому что, ну, блин, все это мне понадобится. Даже если я не буду с него что-то крафтить, то в любом случае я его продам. А деньги тут нужны. Мне нужна снаряга моя, блядь. Не будет снаряги, не будет ничего вообще. Сукно, дратва. Оставьте это себе, господи. Ты должен был выбраться незаметно. Зачем проливать реки крови? Ты оставил мне ключ от кандалов, но ни шапку, ни видимку. Трис, как ты? Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Говорят, я ведьмачья любовница. Девка королевского убийцы. Люди болтают то, что им велят. Да все я знаю. Когда мы найдем убийцу короля, все они запоют по-другому. Роше об этом позаботиться. Я верно говорю, шпион? Я не шпион. Но, в общем, все правильно. Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды, вроде Кимбольта и Моровеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбольт. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим описанием. Значит, Флотзем. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе с Айдирном. Там хозяйничает Йорвит. Вы готовы? Отправляемся. Трейс? Да? Давай уединимся. Ты займешься моими ранами. Да. И расскажешь о Йеннифер. Все в подробностях. Даже о том, о чем говорить не хочется. Даже о том, что может быть больно. Все на палубу и на швартовых. Берегите борт. Якорь чист, капитан. Отплываем. Война – отличное время, чтобы завязывать трубу, создавать союзы. Ариан Лавалет забыл об этом и стал увлеченно возводить стены и ковать мечи. Но он был разбит. И те, кого он любил, должны были искать помощи тех, кого он ненавидел. Ну да, он, конечно, идиот. Подозреваю, если к тебе пристанет прозвище «убийца королей», жить на этом свете становится нелегко. Особенно кому-нибудь вроде Геральта. Вот же бедняга. Я давно его знаю и уверен, что все эти короли и политика нужны ему, как прошлогодний снег. Ну ладно, ладно. Мы же не всегда получаем от жизни то, что хотим. Иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами, как Вернан Роше. Нет, я не оправдываюсь, но у меня для такого знакомства были, как сказать, ну, свои причины. Весь путь по реке до Флотсома ведьмак провел в разговорах. До поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории. Дитя-неожиданность, губительная любовь, которая связывала его с чародейкой Йеннифер. Трис рассказывала истории жизни, которые его лишили. Вы заскучали? Нет. И все же не откладывайте повествования, друзья мои. Один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами. На виселице. Блин, я не помню этих предисторий. По-моему, их не было. По-моему, это добавилось с вот этим вот изданием, что ли. Даже когда идет дождь. Электричество наносит больше урона. Знак Вен становится сильнее. Ага. Ага. Здорово. Иди орветь. Иди орветь. Иди орветь. Иди орветь. Плотовый. Иди орветь. Иди орветь. Иди орветь. Нормально у них тут оружие. Убери оружие, эльф, я пришёл поговорить. Кланися в пол. Вон, видишь, бензоносец. Охуеть. Это Димавент. Милостью Божьей, король Айдирна, Долины Понтера и прочее, и прочее. А ты? Друг нелюдей. У меня есть предложение. Говори. Быстро и по делу. У тебя есть время, пока Головоглаз не вернётся. Я могу добыть ещё голов. Все монарши. Дальше. Сперва Фольтест, но мне нужна помощь. По Айдирне я едва ушёл от Облавы. Мне нужны ваши убежища, карты потайных троп. Мне нужна помощь с Каэтаэлей. Я делаю это не ради золота и не жажду славы. Тогда зачем? Долго объяснять. Твоя тварь уже сожрала накера. Тебе пора. Мы договорились, эльф? Хм. Ещё бы. Жёстко, конечно, блин. Сюжет тут куда посерьёзнее, чем в первой части, но всё-таки сюжет первой части – это сюжет первой части. Тут больше всё с упором на то, что какие воспоминания Геральда к нему вернутся, какие отношения у него будут с персонажами теперь. И тут я, скорее всего, я даже не знаю. Я проходил из-за эльфов из-за синих полосок, но, чёрт возьми, без понятия, за кого лучше. За мысом уже должен быть флотзом. Мы пойдём берегом. Мы – это кто? Ты и я. На разведку. Я иду с вами. Не стоит. Там, может быть, опасно. Неизвестно, как нас примут. Ну, на чародейка. Да куда вы не пойдёте? Должен же за вами кто-нибудь приглядывать. Да, я думаю, да. Ну, как на пресня. Она всегда такая. Да. Так, мне вернули мои... Пушки. Нет. Доспехи ворона. Пожалуйста. Доспехи ворона. Это лучше. Такожная куртка. Это обычная. Дубина. Такое говно. Чё тут ничего получше нету, да? Участь. Участь. Тимирский меч. И всё, пожалуй. Потому что серебряный у меня хорош, на ноги есть. Типа, всё. А, да, точно. Ещё кое-что. Так, пути пока заблокированы. Тут уже два из двух. Здоровье плюс 50. позволяет парировать удары со всех направлений офигенно давайте позволяет парировать удар со всех направлений снимает урон при блока при максимальном уровне энергии 100 процентов это офигенно вот но можно еще потом увеличить здоровье это было бы очень и очень хорошо возьмем почему бы нет мы ждем это здорово что вы ждете есть вести от твоего таинственного информатора гавань закрыта некоторые купцы торчат тут больше месяца но через лес и всегда пройти можно в лесу йорбит тебя знаете что ребята давайте-ка пожалуй на этом не закончу серию продолжим уже в следующий всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видео всем пока